Вместе с увеличением числа инфицированных COVID-19 в нашей стране власти решили продлить чрезвычайное положение в области общественного здоровья. Так, с 1 октября оно будет действовать в 26 административно-территориальных единицах, в том числе в Кишиневе и в Бельцах. Везде присвоен красный уровень опасности. В 11 районах сейчас действует оранжевый код и только в одном – лёва, пока жёлтый. Для тех, кто окажется в красной зоне, меры, которые необходимо соблюдать, ужесточатся. Согласно решению Нацкомиссии по ЧАЭС в здравоохранении, разделение зон на уровне опасности основано на нескольких показателях, таких как уровень инфицирования, а также летальных исходов. По данным Минздрава, специфика областей, подпадающих под этот код, следующая. Высокий уровень распространения инфекции, ограниченная возможность предоставления медпомощи, повышенный риск заражения среди медработников, а также ограниченная возможность по выявлению изоляции случаев. Меры, необходимые для территории, подпадающих под действие Красного года, включают домашнюю самоизоляцию, закрытие школ или классов, запрет на несущественное посещение госучреждений, таких как почта или банк, а также предоставление ограниченного медицинского обслуживания. Как и прежде, в школах онлайн-обучение будет чередоваться с физическим посещением занятий. Мы сказали, что в зависимости от ситуации есть учебные заведения, в которых зарегистрированы единичные случаи в классах, затем класс закрывается или помещается на карантин, детей отправляют в самоизоляцию на 14 дней. Что касается организации свадеб или других торжественных мероприятий, решения будут принимать территориальные структуры. Территориальная комиссия решит, какое мероприятие будет разрешено, а какое нет, какое событие представляет повышенные риски, где не могут быть соблюдены все меры безопасности. Под оранжевым кодом находятся 11 районов страны, среди которых Сорока, Штефанводы, Ханчешты и Каушаны. К ним применяются следующие ограничения. Ограничения несущественных поездок, соблюдение мер безопасности в школах, массовые мероприятия с ограниченным количеством людей, адаптированные медицинские услуги. Единственный район, который находится под желтым кодом – Левский. Это означает, что меры несколько более снисходительны. Остается в силе запрет на нахождение в общественных местах группами более трех человек, запрет на посещение общественных мест лицами старше 63 лет без крайней необходимости, запрет на посещение детских и спортивных площадок, развлекательных парков и игровых зон, а также запрет на деятельность кинотеатров. Граждане должны также соблюдать социальную дистанцию, следить за гигиеной руки, дыхания, носить маски в общественном транспорте, магазинах и закрытых помещениях. В дополнение к транспортным единицам в периоды нагрузки и в часы пик полиция несет ответственность и должна наблюдать из ситуации, чтобы люди правильно носили маски. Уровни опасности в сфере общественного здоровья вводятся с 1 октября и будут действовать две недели. Впоследствии ограничительные меры будут пересмотрены. Продолжение следует...